Друзья, всем привет! Начинается новый выпуск Минника Фаната, сегодня Дерби, однако этот выпуск будет значительно отличаться от всех предыдущих. Как вы знаете, на днях ушел из жизни наш друг Алексей Бахыт. Данный выпуск мы полностью посвящаем ему. Мы делаем выпуск в твою память, Лёв. Все, что произошло за эти последние дни, мы постараемся совместить в данном выпуске. Мы начинаем! Друзья, сейчас мы находимся в парке в Кузьминках. Сегодня ребята из Фанатика проводят свой благотворительный очередной забег. Сегодня этот день ребята приурочили в память о нашем друге, который ушел от нас Алексей Бахыт. Спартак, а когда я умру, мне поставят на могиле спартаковский флаг. Я еще и еще раз увижу, как играет любимый Спартак. Посмотрю, как Спартак забивает в московской конюшне спартаковский. Я познакомилась на выезде. Это было в Нижнекамске в сентябре 2015 года. Он мне взгляды на трибуну открыл, показал вообще, что значит фанатизм, принципы, традиции Спартака мне рассказал. Потому что он ездил с 90-х годов. Собственно, накатал он все вместе более 500 въездов. Это знают все. Он значил не только для Спартака, но очень многое. Он был связующим звеном, наверное, между всеми командами, как в первой лиге, так и Сан-Элла. Да, мама говорила, что я даже не представляла, на самом деле, то, сколько людей вчера пришло, ее просто поразило. Она не могла представить, что он значит вообще. Потому что они... Ну, она была далека от всего этого. Он ее об этом посвящал, естественно. Она посмотрела матчи, спросила на меня, где будут показывать. Сказала, что я очень это тронула. Спасибо большое в том числе и клубу за организацию этой поддержки. Несмотря на то, что Леша Бахыт ушел из жизни, к сожалению, Леша Бахыт оставил огромное наследие. Это его социальные сети. Зайдя в которые, вы можете увидеть огромное количество фотографий, видео, крутых сториз. Мы, наверное, с вами, большинство из нас, за всю жизнь не сможем объездить столько, сколько объездил Леша. Также хотелось бы отдать должное многим движим, которые почтили его память. Вывесили баннер, написали в своих соцсетях или просто помолчали в начале матча своих команд. Мы вам передаем огромную благодарность. Леша Бахыт. Не только мы, красно-белые болельщики, помним. Но тебя помнит вся Россия, потому что ты стал настоящей легендой русского фанатизма. Ну, а мы продолжаем матч «Спартак-ЦСК». В памяти Леши Бахыта. Первый тайм по нулям. Очень напряженная игра, друзья. Что сказать? Ну, конечно, тяжелая утрата для всего «Спартаковского» движа. Ну, Алексей всегда был на выездах, будь то в хоккей, будь то в футбол, будь то в мини-футбол. Все как бы скорбим, конечно. Жутко неприятно, тем более проецируем ситуацию на весь движ. То есть человек только что был в Грозном, вот прям на секторе, да, заряжал. И тут уже раз, на следующем матче его уже нет, а через день уже похоронили. Леха, тебя помним. И как видят все, и баннеры посвящены, и так далее. Понятно, что не вернуть, но хоть как такая память о человеке есть, она остается. Я думаю, он останется, будет во имя вписано в книгу «Спартаковского фанатизма». Ну, Леха Бахыт был моим товарищем, другом. Дорога – это вот вся его жизнь. И мы увидели, на самом деле, вот на этом траурном мероприятии, насколько большое он значение и уважение имел среди абсолютно разных слоев. У Лехи, помимо там очерков о выездах, была очень крутая деятельность по поводу просто как туризма. И мне кажется, что слово «путешественник» именно в его исполнении – это вот на 100%. Ну, то есть, по сравнению с другими какими-то вещами, которые мы видим в сети по поводу путешествий, его блог, конечно, очень выделялся, и он сам выделялся среди всех этих людей. Это большая потеря для всех нас и для меня лично. На самом деле, у меня вот глубокое такое впечатление осталось после вот этого мероприятия траурного в пятницу, которое было. Я увидел, я только в этот момент поверил, что это все с ним случилось. Но на следующий день я проснулся с ощущением того, что Леха просто уехал на выезд. И он на самом деле, все с ним нормально, он просто где-то на выезде. И вот я с этой мыслью живу. Все. Да, до 90-го года мы… Да нет, ну и каждый лето-то там он был, практически бабушку и дедушку там, и он-то… Он же ходил и до школы, и ходил в «Спартаковскую» эту… На базу. На базу, да. На базу он ходил один. И стоял, ждал, пока кто-то выйдет. Там же ворота были. Парад купили. Да. И вот он с этим фотоаппаратом. У него тетрадь была. Ему оставляли фотограф. Вот. И он просил, говорит, а можно вас сфотографировать? Очень гордился Тихоновым, помнишь, что фотография Тихонового была? И вот он постепенно, он собрал вот эти все автографы, фотографии всех футболистов. Ну, а потом стал ездить. Вот. А как он начал ездить, это, по-моему, ездить он начал с 4-го класса. Он гулял. Выпустил на улицу его, и говорю, они оба у меня. Два брата, они все время, я говорю, до 9 часов. А это Лешу отпустило, его нет и нет, нет и нет. Время 10-й час. Блин, где здесь телефонов не было. Вот уже переживать начала. Смотрю, звонок в дверь, и он заходит уже, да, где-то 10, наверное, минут 10-11. Где-то у кого-то был, у какого-то друга по соседству был у него там друг. Вот, мам, мы зашли, заигрались. Я даже и забыл про время. А на улице тоже темно было. Через месяц, через два... Мам, ты не хочешь. Он мне это говорит, мам, я хочу тебе все-таки рассказать правду. Рассказывает, что ты помнишь, когда я вот не пришел к 9 часам? Мам, ты знаешь, я в это время, я ездила в футбол. Я, мам, отсидел один только тайм. И потом сразу на электричку, поэтому вот, приехал уже где-то в 11-м часу. Я говорю, ну, а зачем ты так сделал? Я же переживаю здесь. Я, мам, хотел себя проверить. Получится у меня это? Когда вы узнали о его, так скажем, достижениях таких в фанатской среде, что вчера? Действительно. Да, честно сказать, это вчера. Ну, честно говоря, я думал, что это какое-то такое... Да, вот узнали. Ну, лечение, да, но не знали, что тут так серьезно. Не знали, половина вот этого, что мы вчера увидели, мы просто были... В приятном шоке. Сказать, но в таком приятном шоке, да. Он все время куда-то торопился, все время, у него не было свободной минуты. Мам, ну я пошел. И все, быстрее, быстрее, выйдешь вот так в окно, посмотришь, Леша пошел. Рюкзак выше его, выше его головы. И его вот эта знаменитая панама, светлая. Спасибо большое, ребят, за поддержку, которую получали. Мне писали очень многие люди с благодарностью за то, что Леша вообще делал в этой жизни. За то, какой вклад он внес в жизни многих людей. Он многим помогал, многим в детях, многим. Просто был хорошим знакомым, с которым можно было пообщаться чем угодно. Он был очень умный, с ним можно было пообщаться на любые темы. И, собственно, спасибо, ребят, большое за поддержку. Спасибо за организацию, поддержку в матче с Туном. Да, спасибо большое. Атмосфера просто кушечная, просто парни, блядь, выкладывают на полную корпушку. Город! Город! Парни, дерби закончилось 2-1. Победа за нами, армейцам. Хочется выразить благодарность за баннер, который они посвятили Лехе, Бахиту. Парни, но в остальном это дерби, вы сами все понимаете, поэтому сегодня мы были сильнее. Всем огромное спасибо за атмосферу. Сегодня было очень круто, сегодня было по-настоящему так, как должно быть на дерби. Всех с победой, пацаны! Рядом замолчал друг и почему-то не дышит. Что важнее многого вдруг спросил кто-то. Мне важнее не работа, а радость во время работы. Не обойти беду. Каждый знал бессонные ночи, но мы должны благодарить, ведь это больно скочит. Люди управляют плотью, как кнопками пульта. Не сливая семь потов шедевра, не сделает скульптор. Как свеча писателя, свет монитора на клави. Если брать матчи «Основы», то с 2006 я пропустил, ну, наверное, 15, может быть, 20 официальных матчей. Раньше я был молодой, красивый, а зеркался красивый. Все правильно. А так, ну, пару слов на подписчик. Скажите, ребята, я вам не дам выносить богачку. Вы все поняли, негодяи? Наталья на страже. Усо, я пошел. И, ну, тем не менее, друзья мои, не надо забывать, что, как бы там ни происходило в клубе, как бы там ни было паршиво, хреново и так далее, но помните то, что люди в команде и в клубе футболисты, генеральные директора и прочие, это временщики в нашем клубе зачастую. Они приходят и уходят. А мы, фанаты, мы остаемся всерьез и надолго, особенно те, которые посвятили жизнь этому делу.